20 самых активных и целеустремленных, талантливых, амбициозных юношей и девушек вошли в команду, которая представит Беларусь на международном фестивале молодежи и студентов. Каждый из них предварительно прошел серьезный отборочный этап, а потому участие в таком мероприятии – это грандиозное событие в жизни каждого из них. Это представители студенческой, работающей молодежи, это победители Олимпиад, лауреаты премии президента Республики Беларусь, это творческие, спортивные ребята, это победители универсиады, это достойные представители общественных организаций и волонтеры. Скажем так, да, был большой отбор, чтобы участвовать, поехали самые лучшие, самые креативные, молодые. Отрадно отметить, что с нами едет и ветеран движения, этого фестивального движения, он был участником фестиваля в 1985 году в городе Москве. Это будет уникальная возможность, и я думаю, мы, делегаты Республики Беларусь, узнаем очень многое вообще в мире и сможем как-то, ну, я думаю, достойно представить нашу Республику на, так сказать, мировой молодежной арене. В числе участников Международного форума Николай Вобещевич. Сегодня он не только успешно обучается в Брестском государственном университете имени Пушкина, но и участвует в различных творческих конкурсах, имеет талант в написании стихов, исполнении музыкальных композиций, а также профессионально занимается спортом и приобщает к этому других. Очень почетно, хочется достойно показать не только область, но и страну, свой университет, свой альмаматор. Ну и, конечно, это очень так волнительно, в первую очередь, потому что такой масштаб большой, и в таких событиях я еще не принимал участие. Ну, я думаю, мы достойно покажем себя. С напутственными словами к юношам и девушкам обратился заместитель председателя Брестского облсполкома Андрей Клец. В своем обращении он акцентировал внимание участников на том, почему сегодня так важно поддерживать молодежь и давать ей шанс для саморазвития. Победы в республиканских международных конкурсах, фестивалях, в каких-то других программных мероприятиях – это, на самом деле, то, чем сегодня гордится Брещено, чем гордимся мы все. И, на самом деле, может быть, это такая расхожая фраза, но молодежь – это наше будущее, этому нужно не только уделять внимание, этому нужно подпитывать, поддерживать и помогать реализовывать те идеи, те направления, которые у вас есть, и реализовывать ваши таланты. Завершилось общение вице-губернатора с молодежью представлением форменного комплекта одежды для участников и торжественной церемонии передачи флага Брестской области делегатам международного форума. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!